Приветствую вас, Вадим. Ну что же, давайте мы с вами будем разбирать ваш текст, ваш вопрос, который вы задаете. Итак, первое, что хочется мне сказать, это, что вы сразу, сходу, вступаете в игру, в психологическую игру, которая называется «Поменяй меня». «А ну-ка поменяй меня», по-моему, так она называется, вот, где, значит, люди, которые склонны играть в другую психологическую игру, называемую, я просто пытаюсь вам помочь, начнут вас, значит, как-то, вот, корректировать, говорить вам, что это плохо, жертвовать собой, что это плохо, присмыкаться, как отец ваш, и, соответственно, предлагать сразу кучу разных вариантов, которые вы могли бы использовать для того, чтобы ситуация, наконец, изменилась. Но вы будете, значит, соответственно, чувствовать себя в центре внимания, вы будете чувствовать на себе внимание, вот, и чувствуя внимание, вы будете получать свою определенную выгоду, вот, от этого. Ну, значит, сами при этом ничего делать вы не собираетесь, ну, по крайней мере, не планировали, не планируете что-то делать, сами. Вот, а дальше начинается еще одна психологическая игра, которая, ну, которую можно назвать как «Почему бы вам не дано?». То есть вам будут предлагать какие-то решения, вы, скорее всего, будете их отвергать одно за другим, вы будете их браковать, будете говорить, что вам это не подходит, и так далее. Ну, я уверен, что такая стратегия поведения, она присутствует у вас, вот, просто потому, что чувствуется это по тексту, по тексту, чувствуется, что вы прям профессионально играете в эту игру, вот. Опять же, поймите правильно, в этом нет ничего, сколько-нибудь плохого, в том, что вы играете в эти игры, вот. То есть где-то ваше право играть в подобного рода игры, вот, только ваше право, исключительно. И никто, в том числе и я, не вправе вас от этого как-то, значит, обговаривать или что-то в этом роде, вот, абсолютно. Но, есть здесь один нюанс. Если вы пришли за помощью, то вам нужно отслеживать вот эти вот игры, как-то, когда вы, грубо говоря, начинаете играть в эти игры, вам нужно отслеживать это и уже отслеживая, значит, данный аспект, то есть как бы отдергивая себя, говоря, о, стоп, 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 стоп. Что-то я снова начал играть в игру, да. Вот, отслеживая данный аспект, а вы могли бы сделать, ну, собственно, первый шаг к тому, чтобы перестать играть в игры. Первый, первый шаг к тому, чтобы встать на путь по-настоящему искреннего, я бы даже сказал, истинного, может быть, общения и взаимодействия с людьми. Вот, это первое. А второе, второе. Вам, в принципе, коллеги уже указали на то, чтобы вы не задали свой вопрос, не написали, что вы хотите, вот. И надо сказать, что, опять же, в самом по себе явлении, да, в самом по себе данном, данной постановской опроса нет ничего необычного, ну, просто потому, что очень много людей так делает. И просто потому, что людям проще высказать какие-то моменты, да, вот, например, вот, какой вот высказать, да, просто вот. И все. И, собственно, реальная ситуация не изменится. То есть вы здесь на данный момент исключаете фактор своего участия. то есть как будто, как будто как будто как будто вы не участвуете в том, что, собственно говоря, происходит у вас с вами, в вашей жизни. И все происходит, как будто помимо вас, да, помимо вашей воли, помимо вашего желания. Вот. То есть здесь очень такой, очень важный аспект. Аспект участия. За что конкретно вы отвечаете? На что конкретно вы влияете? И по какой причине совершаете тот или иной выбор, ну, в сторону того или иного решения? Дальше. Отсутствие свободы воли связано с тем, что на вас давят родители. Скорее всего. ваш родители. Ваш родители. внутренний родитель. Например, вот как вы говорите, я присмыкаюсь, да, как мать отец. И соответственно, такому поведению вы научились у своего отца. отца. Такая модель поведения была взята у вашего отца, и вы ей следуете. Для чего? Почему? Потому что его поведение было вами безоговорочно принято в детстве. Ну, возможно, это было связано с одобрением. То есть, ну, так вы добивались одобрения других людей. Думали, что добьетесь одобрения других людей. в итоге не добились. И собственно говоря, теперь понимаете, что нужно что-то менять, а как менять, не знаете. И начать здесь мне представляется возможным стоит того, чтобы подвергнуть критике, здоровой критике, объективной критике, конструктивной критике, а не негативной и деструктивной. Подвергнуть критике идеи вашего отца. И посмотреть на него не как на вашего отца, а как на человека. Со своими проблемами, со своими трудностями, со своими сложностями, вот, и так далее. То есть, тут вот нужно сделать обязательно так. так. Это важно. Это важно. Дальше идем. Значит, смотрите, что нужно сделать. Нужно определить выгоду, которую вы получаете от того, что страдает. Как правило, это связано с тем, что вы или вами значит, продвигается такая позиция, что вы недостойны другого. вы не достойны другого, кроме как вот страдать. То есть, страдание это то, чего вы собственно достойны. это единственное, чего вы достойны. Так, по крайней мере, считают люди, как правило, как правило, которые создают страдалческие ситуации. Вот. То есть, как вы понимаете, я надеюсь, сами, как вы понимаете сами, что эту ситуацию ее можно в принципе поменять, да, можно скорректировать ваши установочки, сделать их, опять же, более приспособленными к реальности. Вот. А не так, что вот я не достоин большего, и все. Далее. Выгода. совершенно очевидно, что у вас есть выгода от такого поведения, некая такая форма подкрепления вашей позиции. Либо жизненной, либо экзистенциальной, либо экзистенциальной, ну, либо что-либо еще. вот. То есть здесь вот такой расклад выгоды. Выгода. И выгода это то, что также необходимо рассмотреть. Потому что выгода выгода всегда будет вас останавливать. Выгода будет блокировать изменения в вашем поведении. выгода не всегда очевидна. В плане того, что вы можете сказать, что вот ну я выдумываю страдальческие ситуации и так далее, и так далее, мне же плохо, но вы для чего-то выдумываете, вы для чего-то ручите свою жизнь, вы для чего-то это делаете, чтобы что-то доказать. Вот нужно, еще раз повторю, эту выгоду найти. Иногда это выгода в том, чтобы закрепить свое восприятие себя. Иногда это выгода в том, чтобы доказать, например, ну, например, вашему отцу, допустим, что он, грубо говоря, был не прав, например, своей позиции по отношению к вам. То есть, это как бы такое проявление обиды. Типа, вот видишь, 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 как. То есть, тут вот нужно это анализировать. тоже. Дальше, ну, понятно, что роль жертвы это безответственность. То есть, это страх ответственности, боязнь ответственности. Вот. И, соответственно, подобный аспект, подобное проявление ситуации также не может быть из ниоскуда взято. в том плане, что вы боитесь ответственности, вы боитесь за все отвечать, вы не приучены к ответственности. Вот. Ну, тут надо сказать, что было бы странно, если бы вы было так. Вот. Потому что если ваш ответ был таким достаточно слабым и безвозным человеком, то и вы, соответственно, тоже будете таким. Это отец не хотел не хотел брать ответственность за себя. То и вы тоже не хотите брать ответственность, ну, просто потому что на кого равняться, да? Поэтому брать ответственность нужно учиться. И на первый взгляд кажется, что это очень сложно, что ответственность это безумно большая, безумно неподъемная, ну, вот. Но если подходить к этому с более реалистичной позиции, то начинать брать ответственность нужно с самого малого. Например, с изменения отношения к тому, что происходит. добытым звану. Добытым звану. Добытым звану. Вот вы создали какую-то какую-то ситуацию, да? Ну, просто. Просто какую-то ситуацию создали, да? и скажите себе, найдите причин. Зачем я создал эту ситуацию? Для чего я ее создал? Что я хотел получить, например, через без нее для себя? Вот. Вот так и начинается ответ. И вы сможете ответить себе на вопрос. Потом обязательно сможете ответить себе на вопрос. Потом добились ли вы того, что хотели или нет? Получили ли вы по итогу то, что хотели или нет? Вы сможете ответить себе на эти вопросы. если опять же повторю вы будете ставить так вопрос. И вот так постепенно потихонечку потихонечку вы будете корректировать свое поведение. Вот. И придете к пониманию того, что для моих целей да, для моих целей нужно все-таки что-то другое. Да, для моих целей нужно все-таки по-другому себя немножко вести. дальше следующий аспект это система ценностей. То есть ваша собственная система ценностей и иерархия ценностей на которую вы опираетесь при формировании того или иного выбора. При совершении того или иного выбора. это тоже очень важно для вас. Это тоже очень важно для того, чтобы перестать быть жертвой. Даже здесь видите, видите я совершаю ошибку. Я говорю перестать быть жертвой это неправильный процесс. Правильнее сказать стану жить свободнее хочу жить свободнее. Цель не отказаться от жертвенности в поведении это невозможно. Цель жить по-другому куда более возможно чем первоначальная задача. ваша система ценностей а также установка фильтра ну вот фильтра этих ценностей на поступающую информацию например извне позволит вам освободить ресурс для того чтобы самостоятельно принимать какие-то решения. ну вот то есть грубо говоря подвергать критике родителя который научил вас присмыкаться как вы говорите и соответственно позволять своему внутреннему ребенку то есть творческому началу проявлять себя. это необходимые условия для того чтобы жить свободнее. Теперь мы скажем скажем правильно. Ну более правильно. Ну вот. ну и последний 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 жертва это испуганный ребенок в принципе с этим я думаю спорить вы не будете жертва это ребенок который не просто боится и не только боится но жертва это ребенок который еще и не верит в себя то есть который считает что с ним не все в порядке эту установку нужно менять для того чтобы ее поменять не изменить да заметьте я говорю не изменить я говорю поменять а для того чтобы эту установку изменить вам нужен свой ресурс ну то есть свои собственные ресурсы вам для этого нужны я полагаю потому что это вопрос другого плана так вот чтобы поменять свою установку вам необходимо как я уже сказал обратить внимание на то что как же так вышло что вы думаете о себе ну вот определенным образом что допускает позволяет позиционировать себя это то есть ваше дитя ваше внутренний ребенок постоянно постоянно находится в борьбе с родителем как вот я думаю ваш внутренний ребенок постоянно находится в процессе подавления себя своих желаний внутренний ребенок находится в состоянии когда ему кажется что он не способен он не может не должен выражать свои например чувства что конечно же не является истиной вот ребенок боится себя проявлять и вам нужно определить свои желания то есть чего вы вообще хотите и как это не парадоксально приемлемые формы для реализации этих самых желаний чуть ли не по плану таким образом Вадим вот вам примерный примерный перечень примерный план того что нужно сделать с тем что вы описали это необходимые действия что потребуется делать в любом случае не исключено что потребуется что то еще при более близком взаимодействии с вами но тем не менее пока так если готовы выбирайте себе эксперта и начинайте работу на этом все я надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделать его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи